Глава восемнадцатая Самовлюбленные аристократы забились под лавку и пока не отсвечивали. Так вы понимаете, слово «пока» является ключевым. Комитет государственной безопасности как мог усилил эту самую помянутую безопасность и революционные террористические поползновения были фактически сведены к нулю, что лично меня радовало без меры. В преддверии 1916 года КГБ превратилось в полноценный военно-экономический монашеский орден. Да-да, пусть вас не смущает слово «монашеский». Дело в том, что мировая практика предполагает, что слово «монах» – аналог слова «безбрачный», суровый, замкнутый, молящийся и содержит прочие похожие эпитеты, уводящие нас в тоску и печаль. И нигде вы не найдете сведений, что монах может иметь жену и танцевать на свадьбе друга или брата, по той самой причине, что слово «монах» в нашем сознании – это нечто, отстраненное от мира и всяческого рода развлечений. Итак, я, как смогу, попытаюсь развеять весь этот бред в ваших головах. Начнем с того, что для понимания данного слова нужно получить его перевод и точное логическое обозначение. Мы имеем слово «монах», и, как вы понимаете, оно строится из двух слов древнего языка. Первое – «моно», и второе – «ах». Подобное имеет родственную логику, как и в слове «монарх», состоящие, опять же, из двух слов – «моно» и «арх». «Моно» переводится логически дословно как «единый», «один», «единственный», и «ах» переводится как «служение», «служащий». В это же время слово «арх» обозначает правящий, возвышенный, старший. Например, есть слово «мах», а есть слово «архимаг». Надеюсь, вы в курсе, что подобных примеров в жизни имеется масса. К примеру, архимандрит, архимонах, архиегумен и прочие архи. Так вот, согласно приведенных примеров и переводов, значение слова «монах» – «служащий единому» или «поклоняющийся единому». Как вы правильно понимаете, речь идет о едином божестве. В то же время слово «монарх» означает «единоправный» или «единоправящий». Соответственно, правление двух правителей означает «диарх», а правление трех правителей называлось «тетрарх». Те или иные виды правления вдвоем-втроем всемиром вы иногда встречали в истории нашего мира и знаете, что данные формы правления обычно заканчивались гражданской войной и кровью. Да, действительно, отсутствие желания делиться властью находится в крови человека и зачастую убрать данную природную тягу можно только если пролить упомянутую кровь. Вы спросите, если вы в своем КГБ делите власть на семь хранителей, то каким таким чудом у вас не происходит борьба за власть, ведь по идее все должны передраться из-за вкусного куска пирога? Да. Отвечаю, дело в том, что каждый хранитель возглавляет профильный домен и интересы доменов фактически никогда не пересекаются, из-за чего у нас нет никакого конфликта интересов. А без конфликта и делить, по сути, нечего, но, кажется, мы отвреклись. Все написанное выше подтверждает тот факт, что структура монашеского типа служит единому и этот самый единый не является императором. Почему? Ответ прост. Мы служим Богу и его установленным писаниями, законами, которые дублируются в нашем уставе КГБ. Императоры могут меняться по той или иной причине, а вот Бог вечен. Поэтому Бог для нас – истинный монарх, а мы, монахи, служим единому Богу и законы нашего босса в высшей точке проявления формируют тип государства – империю, а император – наместник Бога, который обязан эту самую империю хранить. По той самой причине, что в моем мире империю вначале извратили, превратив в некий элитный клуб, где те, что повыше могли издеваться над теми, кто пониже, то ее вначале по воле Божьей уничтожили, а затем всех причастных наказали. Вспомните революции, эпидемии, голодоморы, Первую мировую войну, Гражданскую войну, Вторую мировую войну. Вы думаете, это произошло просто так? Вы думаете, это наказание Божье? Конечно же, нет. Открою вам такой маленький секрет. Богу нет нужды кого-то наказывать. Для того, чтобы люди погрязли в крови, болезнях и войнах, Богу достаточно просто забыть о чадах своих. И как только Господня благодать, Его аура покидает мир, мир обречен, ибо мир бездланий Господа начинает заполнять великий космический хаос. Что такое хаос, нужно объяснять. Или вашего образования хватит ответить самому себе на этот достаточно простой вопрос? Еще раз повторю. Господь никогда никого не наказывает. Ему это не нужно. От нежелающих чтить Его и соблюдать законы Его, Ему достаточно просто отвернуться от вас, и все. Обычно после подобного миру остается жить не так, чтобы долго. Кстати, о птичках. Помните о столице гей-парадов и центрах прочих ЛГБТ в городах Содом и Гаморра? Так вот, в Писании сказано, что эти города были сожжены Господом. Как вы это себе представляете? Господь нарубил дров, взял спички и пошел поджигать данные сосредоточия греха и порока. Нет, конечно, Он попросту отказал в защите жителям данных населенных пунктов, и мимо пролетающие космические тела, метеориты приличных размеров, не встречав вообще никаких защит и преград, приземлились именно туда, куда их изначально направил первородный космический хаос. И все. Никаких конспиративных версий тут нет. Нет ни городов, ни грехов, ни людей. Зато на их месте есть мертвое море, жутко соленое и жутко целебное, оставшееся от переизбытка нитратов и хлоридов, содержащихся некогда в тех самых злосчастных метеоритах. Вот такой вот странный парадокс. Поскольку нигде не сказано, что монах должен быть целебатным, то мы не стали особо париться по этому поводу. Тем более почти все служивые в доменах имели жены детей. Поэтому единственное, в чем мы ограничили наших служащих, это спиртном и никотинсодержащих продуктах. Рабочий день или служение для нас начиналось в 6 утра. Затем шло умывание, молитва, пробежка, зарядка и завтрак. При этом всем было абсолютно пофигу, православный ты католик, мусульманин или буддист. За любую дискриминацию на религиозной почве можно было очень быстро покинуть наши ряды, намного быстрее, чем полет пули. Слова утренней молитвы выглядели так. «Отец наш Небесный, сущий на небесах, да святится имя Твое, да пребудет царствие Твое, да будет воля Твоя как на небе, так и на земле. Господи, укрепи тела и души тех, кто на пути Твоем». В этой строке речь идет о многочисленных праведниках, монахах и священнослужителях, а также о воинах, которые копят свои силы и тренируются для судного дня. Конечно же, речь идет об истинно верующих, священнослужителях всех земных мировых религий. «Господи, даруй выздоровление души и тела моим друзьям, родным и близким, всем тем, кто молит Тебя о том, всем тем, кто нуждается в том, всем тем, кто достоин того. Господи, даруй победу воинству российскому и его союзникам». В данной строке мы, как бы привлекаем внимание Бога, то боремся за правое дело, согласно закону Божьего о ратном деле и защите Отечества, и просим у Него победы для себя и для своих союзников, так как в данный момент шла война, и умолчать в молитве о том, было бы сродни греху, равнодушию, за которой, как вы понимаете, Всевышний поголовь не погладит. В завершении же, как и положено, звучало слово «Аминь». Справедливости ради хочу сказать, что для мусульман и людей прочих религий, где словосочетание «Отец с небесной» находилось под запретом, разрешено было заменить его на более приличествующее. Менять некоторые слова в общие утренние молитвы было разрешено уставом организации, а иногда на этом буквально настаивали, для того, чтобы не возникало никаких дискриминационных моментов. Монашеский военно-экономический орден под названием КГБ распространялся по просторам Российской империи со скоростью лесного пожара. Да, не всегда система кадров успевала обнаружить и отсеять нежелательных элементов, таких как властолюбцы, садисты, воры, любители присваивают себе чужое имущество силой. Люди откровенно попадались разные, но, к счастью, их выявляли на ранних этапах функционирования, и если они не успевали натворить дел, то попросту изгоняли. А если же проступок был велик, то в назидание подобных супчиков просто расстреливали. Вы спросите, зачем такая жесткость? Ответ достаточно прост. Дело в том, что прослужившим в наших рядах более месяца людям становилась известна система внутренних кодов безопасности, навроде тех, что я описывал раньше. Горшки, цвета, рукопожатие, пароли, яхты, позывные места проживания сотрудников и членов их семей. Представьте себе на минуту, что выявленный в наших рядах садист, авантюрист или взяточник вылетел со службы. Как вы думаете, будет он мстить за его обструкцию или съест и будет спокойно жить дальше? Вот в том-то и дело, что большинство попытаются отыграться, а это значит, что на кон мы ставим жизни наших сотрудников, их жен и их детей. А нам таких проблем и даром не надо. А посему? Накосячил по-крупному. Пройдите к стенке милейшей, пулю в затылок и все недолга. КГБ власть, а коль ты злоупотребляешь властью, то жить будешь только там, на том свете, где за тобой есть кому присматривать. Обычно это черти, а в руках у них обычно не демократичные вилы. Так что за что боролся, на то и напоролся, и нечего тут слезы лить попусту. Сухой закон в Ордене соблюдался жестко, но иногда я его нарушал. Причиной тому служила моя разбитая любовь. Уже два месяца, как я не видел мою любимую Аннушку, а значит, что она масло же все-таки разлила. Непонятно было только, где курсирует тот трамвай, который по сценарию должен был отрезать мне мою глупую голову. Пьяный до ума помрачений, я сидел за накрытым столом и перебирал струны шестиструнной гитары. Обычно, когда я брал ее в руки, зал затихал в попытках услышать песни, неведомые этому миру. Людям они откровенно нравились. Частенько я видел, как слова песен наспех тайком записывают карандашом на салфетке. А в те моменты, когда меня пытались выдать за авторы этих песен, то таких умников я откровенно посылал в грубой матерной форме, ибо про щелык попаданцев, которые пачками присваивали себе авторство песен двадцатого-двадцать первого веков, я не ненавидел еще по книгам моего мира. Воры они и есть воры, хоть попаданец он, хоть местный абориген. Едва я тронул струны, как зазвучали пронзительные аккорды песни из моего мира, как любовь твою понять. Звуки стихли, многочисленная публика в зале стала завороженно вслушиваться. Как любовь твою понять. Я стараюсь доверять. Ты сжигаешь все во мне. Оу-е. Я везде ищу твой взгляд. Он меня манит назад, но с тобой мне больней. Признаюсь, с тобой мог коснуться до луны. Улетаю, когда стучишь снова в мои сны. И все, что думал я навек, теперь укутал серый снег. Как коварна судьба, что с тобой нас свела. Перейдя с перебора на бой, пальцы ударили по струнам, как по натянутым нервам, разрывая их и собственную душу. Как любовь твою понять. Я стараюсь доверять. Ты сжигаешь все во мне. Оу-е. Я везде ищу твой взгляд. Он меня манит назад, но с тобой у меня больней. Я знаю, что ты дала коснуться струн твоей души. Улетаю. Слышу голос твой, когда разделены. Мне не забыть тебя вовек, мой талисман, мой оберег. Но мы не в моих снах. Сохраним нас в сердцах. Удивительно, но краем уха услышал звуки со стороны сцены. Едва повернув голову, я узрел профессиональных музыкантов, работающих в ресторане. И сейчас они дружно, подхватив на лету мелодию моей песни, вступили в игру в четыре руки. И скажу честно, делали они это очень толково и мелодично. Моя лирическая песня моментально приобрела цвет, вкус, глубину, что резко заставило шевелиться волосы на головах присутствующих, от дружного обалдения и нахлынувших эмоций. «Как любовь твою понять. Я стараюсь доверять. Ты сжигаешь все во мне, ауе. Я везде ищу твой взгляд. Он меня манит назад, но с тобой у меня больней». Проигрыш буквально ворвалась скрипка, своими звуками разрывая в плочья души людей, сидящих за столами. Я с удивлением подметил у некоторых дам слезинки в уголках глаз. Более того, я с ужасом обнаружил два влажных розчерка на своих собственных щеках. «Боже, во меня колбасит!» Скрипач, заканчивая проигрыш, слегка замедлился, ожидая мое продолжение мелодии, я, перейдя на перебор, «то знал же, что любовь тоже причиняет боль, тоже причиняет боль, но верю, что ее все же повстречаем вновь, все же повстречаем вновь». Последний припев мне подпевали все дамы в зале от семнадцати до пятидесяти лет, а мужчины нервно ворошили узлы своих галстуков, ослабляя, так как им резко стал не хватать воздуха. Контрабас выдавал басы переходов, ловко шурша пальцами по толстому древу инструмента. Игра гитариста на сцене в торе мне перешла от перебора в бой. Скрипач и велончелист взялись отрабатывать аккорды фона, и в общем у нас получалось просто супер. «Как любовь твою понять, я стараюсь доверять, ты сжигаешь все во мне, ауе, я везде ищу твой взгляд, он меня манит назад, но с тобой у меня больней». «Как любовь твою понять, я стараюсь доверять, ты сжигаешь все во мне, ауе, я везде ищу твой взгляд, он меня манит назад, но с тобой у меня больней». В завершении скрипка выдала какую-то жалостливую прощальную мелодию. Зал был в шоке. Зал ошарашенно безмолвствовал. И в этом гробовом молчании я встал, покачнулся от обилия, выпитал спиртного и пошел в сторону выхода, идя, по сути, в никуда. Глубина ступора была такова, что никто не хлопал. А вокруг царила звенящая тишина. В дальнем, в затемненном углу громадного зала ресторана «Метрополь» сидела тонкая фигурка молодой симпатичной княгини, которая легким движением зажатого в руке платка смахнулась со щеки слезу и проводила грустным взглядом понуро бредущую к выходу фигуру молодого подполковника. Сделанное сделано, сказанное сказано, и ничего больше нельзя вернуть. Брусиловский прорыв начала июня 1916 года мы решили перенести на май месяц. Половины года нам хватило, чтобы обеспечить фронт уже упомянутыми стальными красками и бронежилетами из марганцевой стали. Хочу сразу заметить, что все домены блага во всех городах империи бились над вопросом улучшения разных марок сталей, используемых для разного рода брони, совершая мозговой штурм в рамках целой империи. Мы, опережая на 20 лет технологический прогресс, стартовали выпуск легендарных танков Т-34. Вы скажете, родной, ты что, с ума сошел? Какой еще Т-34? Если нормальной танковой пушки нет, нормальных стали нет, нормального дизельного двигателя тоже нет. Это же получится какой-то урод. И да, тут вы абсолютно правы, даже спорить не буду. Но вот если вы внимательно вспомните историю танкостроения, то поймете, что в бронированных машинах попросту приспосабливали имеющиеся на вооружении пушки, и в нашем случае исключения не произошло. Главный принцип – соблюсти приемлемый наклон брони. Мы это сделали с инженерами, и даже все расчеты подтвердились на полигоне. В качестве основного орудия мы взяли обычную трехдюймовку и присобачили ей в навершие дольный тормоз-компенсатор для снижения отдачи. Саму пушку спрятали за массивный лафет-маску, что в значительной степени повысило живучесть орудия, а в качестве двигателя использовали обычный дизель – Руссобалт-18Д. Передняя плита танка как на корпусе, так и в башне была 45 мм, что обеспечило полную непробиваемость танка с фронтальной плоскости. Боковая броня и задняя составляли всего 15 мм, что давало только антипульную и антиосколочную защиту. На современном историческом этапе подобное разделение пропорции брони идеально подходило к мощности двигателя и в значительной степени снижало общую массу. Боевая машина в подобных условиях способна была ехать по трассе 40-45 км в час, а по пересеченной местности от 20 до 30 км в час. Из-за гусеничного хода выжать больше скорости не получалось. Ко всему прочему, в нашем танке использовалось два пулемета «Максим» – башенный и корпусный, с цикличным водным охлаждением. С таким прибамбасами строчить из него можно было до тех пор, пока вода не испарится в водоводах. Медные радиаторы по обе стороны корпуса обеспечивали превосходное охлаждение стволов, а для «Максим» это главный параметр. Строчи и строчи, пока патроны не кончатся. И в завершение – долгожданная командирская башенка с зеркальным панорамным обзором. Конечно же, нужных бронестекол мы пока не имели, но все равно проблему решили за счет послойного перемешивания полированного обычного и оргстекла. Осколки такая конструкция сдержит, а вот прямого попадания, как собственное бронестекло, один черт не выдержит. Так что особо суетиться и слезы лить – толку ноль. Появление на Театре боевых действий, ТБД, Юго-Западного фронта нового вида войск привело к моментальному изменению тактических схем и планов. Хоть я и переводчик, но мне не были чужды стратегические компьютерные игры, в которых, проведя фактически миллиарды виртуальных баталий, я мастерски научился в своем мире выигрывать сражения, переходя попеременно от нападения к обороне. Да, иногда приходилось на это тратить много времени и сил, к примеру, когда после молниеносного прорыва я по самой башне вкапывал танки в землю, чтобы застолбить с собой захваченный плацдарм, и тем самым давал возможность мотопехоте догнать атакующие порядки и перейти к плотной эшелонированной обороне. Как только это происходило, я пускал в ход все имеющиеся виды разведок, производил реконсировку и снова пускал в наступление танки в тех районах, где позволяла местности ситуация. Там это приносило свои плоды, и по общей серверной статистике я годами занимал место в первые сотни стратегов. Но, как вы понимаете, игры играми, а тут не игры, тут живые люди, технику и них иногда ломается, и погода иногда бывает такой, что добрый хозяин пса своего из дома не выгонит. Посему нужно было пробовать и тысячу раз подумать, прежде чем людей посылать на смерть. Верховным главнокомандующим Российской армии после гибели ни к ночи помянутого ни к ника стал сам царь-император Николай II. Будучи человеком не шибко решительным, он часто оглядывался на меня и как бы спрашивал, как поступить тут, а как поступить там. Меня подобное положение вещей в природе страшно бесило. Но, с другой стороны, я как бы в глазах окружения становился императором II, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Вчерашние злопыхатели, ожидающие моей смерти как манны небесные, сегодня лебезили и присмыкались передо мной. Нравилось ли мне такое? Конечно, нет. Но мне приходилось делать скидку на это время и на их воспитание, ибо подобное поведение было лакмусовой бумагой, индикатором того, что именно ты в данный момент находишься на вершине пищевой цепочки, и они вынуждены себя вести так, дабы их не сожрали с потрохами. В подобных вещах главное не зазвездиться, ибо погрязнешь в собственном величии, бац, и все, глядишь, а в спине нож торчит. Так что ходим и оглядываемся очень осторожно, а окружные джунгли время от времени оглашаем грозным боевым рыком, дабы бандерлоги не забывали свое место. Операция Х была полностью согласована с Министерством путей сообщений, и в первых числах мая 45 выпущенных танков Т-34 двинулись к фронту. Ночью, выставив тройное оцепление, 17-тонные машины медленно стали заползать на железнодорожной платформы. Затем их укутали в брезенты, в условиях строжайшей секретности поезд, который тянули два паровоза, двинул на юг. Опасаясь диверсии, спереди шел бронепоезд, а тыловые и фланговые разъезды контролировали три эскадрона казаков. Общее время следования планировали осилить за неделю, но реальность оказалась суровей. В целом на транспортировку и выгрузку мы потратили 9 дней, что в общем не выводило нас за рамки намеченного регламента. 12 мая по всей длине Юго-Западного фронта началась артподготовка. В ней принимал участие специально созданный усиленный гаубичный дивизион КГБ. Как раз вовремя из Одессы подвезли заказанные снаряды для шестидюймовых немецких гаубиц и дискотека началась. Играть с немцами в псевдонаступление больше бы не вышло по той самой причине, что они тщательно изучили нашу обманку, которую мы применили при прорыве Западного фронта. Естественно, сделали выводы и повторно на такую лажу они больше не клюнули. Более того, по нашим разведданным, они стали очень густо засеивать все пространство противопехотными минами и ловушками, дабы прощалыги типа нас не смогли больше в ночи и в дымах подкрадываться вплотную и, пользуясь кромешной тьмой, вырезать порядки при помощи гранат, ручных картечниц и штыков. Немцы не та нация, которой что-то нужно показывать дважды. Обычно они все понимали с первого раза и повторно дурилка уже бы не зашла. А по сути, повторно ночное наступление привело бы к таким жертвам, что в ближайшие пять лет наступать было бы уже попросту нечем. Новая изюминка, которую пока не прохавали фрицы, наши корректировщики огня, расположенные почти у них под носом. Дали несколько десятков залпов дымовухами и к заранее намеченным точкам ушли названные корректировщики. Да не просто корректировщики, а при поддержке взвода снайперов каждый. У каждого стрелка модернизированная снайперская мосинка с магазином на десять патронов с сошками. В комплект входят двенадцатикратные ЦСовские оптические прицелы мохнат к теплешей. Смотри не смотри, а засевшего корректировщика хрен увидишь. И даже если каким-то чудом его засекут, то выкурить его не получится, так как первым, на кого наведет данный корректировщик, будет, конечно же, вражеская артиллерия. Если ганцы додумаются кинуть в бой штурмовую группу, чтобы прочесать местность и уничтожить корректировщика, то этому, конечно же, помешает приданный взвод снайперов. Так что, как вы понимаете, каждому такому мега-наводчику обеспечили, по сути, тепличные условия. И если они не выбьют за первые три часа все точки вражеского огня, то пусть потом не обижаются. Пустые разрывы, шум гам, заревы до небес. Артиллерия методично начала обрабатывать сектора. Земля тряслась даже на наблюдательном пункте. В этот момент над вражескими позициями показались вдали четыре точки пролетающих самолетов «Илья-Муромец», и из их нутра посыпались сотни бомб, сделанных из устаревших снарядов корабельных пушек. Стоило крылатой машине пролететь на километр дальше, как внизу густо-густо, и земля начинала буквально вскипать, будто живая. Ложаясь на левое крыло, бомбардировщики, опустошив свои трюмы, стали разворачиваться, и еще через десяток минут чинно уплыли на восток. В этот момент на заднем фоне раздались раскатистые завывания первой в этом мире танковой роты, и стальные монстры ринулись вперед. Каждому танку была придана так называемая «гренадирская рота». Основная задача такой роты — выполнять роль миньонов для самого танка, то есть поддержка танка, разведка, прикрытие флангов и тылов. Вооружение подобного танкового взвода составляло пистолет-карабин «Маузер», как у чекистов, два ручных пулемета «Матсон» и полноценные разгрузки под завязку набитой оборонительными гранатами. Напомню, что оборонительные гранаты в 10 раз сильнее наступательных. Да, ее осколки танку навредить не могли, даже с учетом, что дальность разлета таковых около двух сотен метров, а вот использовать их при наступлении нужно было очень и очень аккуратно, чтобы мимоходом не посекло своих. Я специально настаивал на укомплектование именно оборонительными лимонками, так как данный вид подразделения не предусматривался использовать внутри зданий и строений. Танковый рот, конечно же, не имел рации, ибо в это время они были слишком громоздки для того, чтобы устанавливать их на броневые авто. Именно поэтому у каждого члена взвода поддержки была ракетница с цветными дымами, где они могли легко и просто указывать экипажу танка, где он проехать не сможет, или где находится затаившийся злый день с гранатой. Подобное сигнальное общение было отработано до автоматизма, потому что каждый солдат знал, что он жив, пока живет там. Стоит потерять стального друга, и самому гренадеру недолго останется жить на белом свете, так как им припомнят все и пощады от врага не ждит. Подавив пулеметные точки врага, танки ворвались на оперативный простор и начали гонять по полю отступающую пехоту и кавалерию. Стрелять из пушки смысла было не то чтобы очень, а вот оба танковых стрелка-пулеметчика развились по полной. В их лентах каждый седьмой патрон был трассирующий, и вдалеке я увидел настоящую дискотеку. Артполки сворачивали свои хохоряшки, а в разрыв хлынуло восемь кавалерийских дивизий. Те терпеливо дождались, пока танкисты нарезвятся, и выстрелили вверх ракеты, обозначающие свои войска. Те медленно двинули вперед, не забывая следить за обозными колоннами. Фронт был прорван за два с половиной часа, а учитывая тот факт, что танковая рота находилась на доминирующей высоте и могла оттуда вести беспокоящий артогонь фугасными зарядами, то контрнаступление в ближайшее время ждать не приходилось. Как только многочисленные наступающие войска скрылись за горизонтом, в дело вступили наши трофейные команды под управлением доменов блага и монеты. Им были приданы так называемые нестроевые роты, укомплектованные бывшими ранеными солдатами, чей возраст уже не предполагал строевой службы. За каждую стоящую находку такого солдата примировали, ну а если поймают на крысятничестве, то пуля в затылок гарантирована без единого шанса избежать наказания. И спустя несколько часов снова потянулись в тыл бескрайние обозы с трофеями. Конечно же, нагрузка при переработке трофеев равномерно распределялась на все прифронтовые города и поселки. Все, что нужно отремонтировать и смазать, будет отремонтировано и смазано. Все, что нужно постирать и продезинфицировать, конечно же, и это будет исполнено беспрекословно. Чистящие средства из Америки и Англии, смазочные материалы из Франции и Испании. Весь мировой опыт и все новинки использовались тут на русском фронте, и за этим пристально следили все домены всех городов. По сути, мы стали бесконечным мозговым центром, раскинутым от Балтийского моря до Тихого океана. И основная тяжесть привлечения новейшего мирового опыта ложилась на хрупкие плечи домена ключа, потому что упомянутый домен, кроме функции кадрового агентства, выполнял также роль научного отдела. При этом беспрерывно штудируя отечественную и зарубежную научную литературу. Остановить этот бег было уже фактически невозможно, так как слова Министерства финансов империи «денег нет» могли моментально привести к выбитым прикладам зубам. Диктатура комиссаров КГБ в действии и установленные государственные планы никто и ничто не было в силах остановить или поставить на паузу, так как за подобное поведение можно было абсолютно серьезно заработать пулю. Три дня понадобилось, чтобы окончательно прокинуть врага и полностью подавить сопротивление австрияков на линии Пинск-Ковель-Владимир-Волынский. Затем роту танков мы быстро переправили под усиленной охраной южнее, ко Львову, и там дали жару. Поскольку австрияки тоже не пальцем деланы, это успешно нарыв по своим союзникам бронебойные снаряды, они решили устроить нам на Львовском театре боевых действий Кузькину мать. Не вышло! Стреляя во фронтальные бронеплиты наших танков, их снаряды попросту не пробивали, откалывая куски и крошась. При попадании такого снаряда во фланговую проекцию поражали двигатель, но так как он был дизельным, подпалить его возможно было только при троекратном попадании никак иначе. При этом сам экипаж, как ни в чем не бывало, продолжал вести огонь до полного истощения боезапаса. Так что австрийцам при таких условиях помогало это им не сильно. Из 45 машин в конечном итоге потеряно было 7, при этом ремонтники утверждали, что за неделю восстановят 5 до исходного состояния. Среди танкистов было трое убитых и 39 раненых, четверо из которых были серьезно контужены. Основные поражения были при близких разрывах фугасов и чуть меньше рана носилась при сколе брони внутри танка. Как уберечь экипаж от внешних взрывов я не знал, а вот внутренние осколки прекрасно тушились при использовании толстого войлока внутри корпуса танка. Об этой особенности в полуподготовке я попросту забыл, о чем сейчас пришлось жестоко пожалеть. Три казачьи дивизии хлынули при прорыве львовского оборонительного выступа, а в поддержку к ним были приставлены 4 пехотные дивизии рота пулеметных бронемашин. Пока вошедшие в прорыв закреплялись на новых плацдармах, мою танковую роту вывели в тыл для переформирования и ремонта. Скажу честно, я даже не рассчитывал на тот эффект разорвавшейся бомбы, который произвел в умах генеральных штабов союзников. За прорыв в двух направлениях Россия заплатила двумя тысячами жизнями солдат, забрав при этом у врага около 30 тысяч убитыми у австрийских войск и почти полмиллиона раненых в той или иной степени. Наших же раненых еще не подсчитывали, так как санитарные службы не имели такой мощной системы учета, как на Западе. Поэтому союзники, узнав, что мы применили новый вид войск, раньше англичаны прорвали фронт в двух местах с минимальными потерями, примчались как на скипидарены и стали раскручивать царя насчет поделиться информацией. И что бы вы думали? Тот, как последний балл, в общем, как последний нехороший человек, слил им всю информацию о наступлении и для подтверждения показал на меня пальцем. Увы, джаму-ди. В общем, редиск он. Как ни старался я отмазаться от всей этой билиберды, но меня опять приказом отозвали с фронта и вызвали на ковер. Злой как черт! Я в парадном мундире прибыл в назначенное время, в назначенное место и увидел там стройные шеренги, блистательных гвардейцев, барабаны, стяги, шевроны и палеты. Посреди всего этого великолепия стояли несколько делегаций союзников и сам царь. Не хочу расписывать тут все безобразие, происходившее дальше, но вместе со мной облагодетельствовали еще три десятка разномастных генералов и полковников, в основном орденами различных степеней. Среди них был и генерал-полковник Брусилов. Я сильно не присматривался к остальным, но про себя скажу. Мне перепал Георгий Третьей степени в неочередное звание полковника. От иностранных миссий вручили орден Белого Орла. Это сербы постарались. Крест королевы Виктории, орден почетного легиона Третьей степени ввиду значительного вклада в победу и завершал этот ряд орден Белой Сакуры от императора Японии. Ну-с, неплохо так накидали. Увешали цацками Аки новогоднюю елку. Хе-хе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова